Продолжение следует... 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 Существует она и сегодня, и носит название в честь актрисы Натальи Лотоцкой. Ну а основная масса небольших улиц и кварталов, которые мы знаем сегодня, возникнет в конце 40-х и 50-е годы. По типовым проектам кирпичных домов, иногда на два этажа и часто на двух хозяев, обустраивает жизнь трудовая молодежь, ветераны войны, работники совхоза. Улицы мастят булыжником, на особенно крутых обрывах ставят ступени с перилами. Некоторые дома буквально муруют в склоны, и на небольших крутогорных участках расцветают палисадники, крепнет орех, яблони и шелковицы. Необычный лабиринт улиц наполняет движение. С восточной стороны ширму огибает улица Казацкая, символизирующая начало соседней местности Демеевки. Ближе к западу частный сектор обрывает крутой овраг, который разделяет ширму с поселением Совки. У западного склона холма, на котором находится поселок Ширма, проходит улица Холодноярская, она же бывшая Кайсарова. Это историческое ее, в общем-то, название Совская Балка. Совская Балка – это фактически овраг, который разделяет ширму, которая у нас находится по правую сторону, и Совки. Это уже намного более старинное поселение, бывшее село. Что интересно, здесь, в низине Совской Балки, проходит один из притоков речки Совки. Раньше он проходил в естественном русле, сейчас он проходит в такой бетонной обойме, как мы видим. Здесь даже через него присутствует мостик. А начинается он несколькими ключами, несколькими родниками. Например, вот здесь. Есть даже небольшой навес такой вот интересной формы. Под ним мы видим два родника. Сюда очень часто приезжают люди, набирают воду. Поэтому вода даже, вероятно, что чистая. И тут дальше стоит камень памятный. И там также присутствует родник. Сейчас мы посмотрим ко второму роднику также подход через мостик полукруглый. И мы видим, что он уже практически-практически иссякнувший. Еле-еле идет небольшая струйка. Сюда, естественно, уже люди не приходят или приходят реже, по крайней мере, не знаю. И вот из каменного окошка он течет. Ну и здесь памятный камень. Мы можем прочитать. Надпись уже стертая, но можно еще увидеть первые слова. Джерело, 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 видновлено. Джерело, видновлено. А что там дальше? Снизу герб города Киева. А уже сами детали этой надписи мы, конечно, уже не прочтем. Родники сочатся прямо со склона. Ну а с другой стороны совской балки, с совской стороны, мы видим некоторые кресты. Некоторые памятники, памятные плиты похожи на могилу. На одном кресте, по крайней мере, я уже вижу изображение казака. И вот мы видим на одной из плит уже надпись. На этом месте будет заведен козацкий хрест, который увековечит память загибших казаков, что в 1240 году захищали Киев от татаро-монгольской навалы. Конкретно этот памятник датуется 2011 годом. Вот мы видим изображение креста, предполагаемого. Но я так понял, что это он и есть. И он уже здесь, его уже здесь все-таки установили. Под этим крестом также есть некая надпись. Сейчас постараемся расчистить и посмотреть, что же это за надпись. У казака нет трудного или легкого пути. Есть один путь славный. Село Совки открывается у нас на холме. С другой стороны Совской балки видим родники и холм, на котором стоит ширма. На небольшом деревянном кресте также видим, что когда-то, наверное, была какая-то табличка мемориальная. Но сейчас уже невозможно понять. Субтитры создавал DimaTorzok Хотя экосистема района не так безоблачна. И кроме чистой родниковой воды, в другом уголке ширмы проходит улица Местецкая, печально известная ливневым коллектором, к которому подсоединены канализационные врезки. Ливнесток, по пути наполняющийся смрадом и отходами, благополучно попадает в Совские пруды за проспектом Лобановского. Также в узких кругах коллектор известен как ветеринарный, поскольку в начальной своей части проходит под ветклиникой на ширме. Но на пригорках, дальше от шума дорог и каналов, любого пришлого гостя охватывает атмосфера тишины. Имеет ширма собственный сквер, поляну овальной формы на Холмогорском переулке, где кроме отличного вида на разные точки города, можно найти памятник, напоминающий о боевых действиях, проходивших на ширме в 1941 году. Здесь проходил один из оборонительных рубежей Киевского укрепрайона. В разные стороны отходят множественные улочки, сохранившие свои образцы архитектуры. Самым старым из них перевалило за 70 лет. Время от времени встречаются дома с декоративной лепниной и металлической ковкой. Что ж, мы находимся на ширме, возле одного из редких примеров домов, в которых никто не проживает. Здесь таких все-таки немного, потому что, как вы могли догадаться, земля достаточно дорогая, ценная. Но здесь мы видим заброшенный домик. Пример как раз-таки старой первичной застройки микрорайона Ширма. На нем мы можем видеть даже такую круглую лепнину. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Лепнина здесь присутствует круглая в виде желтого такого цветка. Так же более остроконечная, тоже в виде цветка. И так же такой формы. Более разлогой. Такой что ли, что-то вроде листьев. Дом одноэтажный, с чердаком, с достаточно большим. Внутри, конечно же, уже все очень печально. Осталась только люстра. Раритетная в каком-то смысле. Ну а внутри, конечно, все разрушено. Некоторые окна разбиты. Ну а сам дом является вполне типичным примером вот этой вот первоначальной застройки Ширмы. Такой себе советский коттедж. Добротный. Большой по площади. С кирпичным фундаментом. С тыльной стороны присутствует веранда. Вход на нижний, на подвальный уровень. И, кстати, дверь достаточно новая. То есть, видно, что тут еще жили не так уж давно. Дверь довольно-таки современная. Был звоночек у людей. Была лестница на крышу, на чердак. Но наиболее редкостный вариант, который сегодня уже практически не встречается на Ширме, это такие вот домики. Деревянные. Деревянные, глиняные. Со старыми оконными наличниками. Это, в принципе, застройка, которая для Ширмы не характерна. Она была характерна для более раннего времени. Но, тем не менее, такое строили местами и после. В послевоенное время, после Второй мировой. Поэтому она была и здесь. Это самый, наверное, редкий тип здешней застройки. Ну, эта хата стоит у нас на высоком пригорке. И, как мы видим, в абсолютно плачевном состоянии. Но при этом является редкостным экземпляром для этого микрорайона. По соседству же, чуть-чуть выше, мы уже видим более типичную для Ширмы застройку. Ну, а такая вот глиняная хата, это все-таки большая редкость. И была, и тем более есть сейчас. КОНЕЦ КОНЕЦ Не будет огульным предположить, что некоторые улицы Ширмы являются рекордсменами по углу наклона в городе. И если в теплое время еще можно заметить виляющие по ним машины, зимой такой номер вполне рисковый. Эта же особенность обуславливает малоэтажность района. При всем желании застройщиков, их ноу-хау может добраться только до некоторых низинных точек. Поэтому, можно сказать уверенно, если не вся, то добрая часть современной Ширмы останется еще на годы и десятки лет. Старые дома обретут еще большую уникальность, а стремительно растущий мегаполис утянет их все ближе к своему центру. Вероятно, самая высокая точка Ширмы улица Гористая, которая соединяется с Казацкой улицей. Чтобы попасть в эту точку, с любого из стороны, с любого места нужно подниматься. Либо по ступенькам, либо по проезжей части, по дворам. И отсюда можно увидеть как Соломинку, так и Байкову гору. Киевский крематорий вдалеке виднеется. Более центральные районы виднеются в еще более дальних перспективах. Мы двигались дальше, вглубь заснеженных улиц, где не менялось ничего. На перекрестках стояло пару небольших, буквально сельских магазинов. По наиболее широким улицам время от времени тянулся автобус, соединяющий жителей вершин с оживленной Демеевской площадью. И где же еще, если не здесь, город оставил одну из прошедших эпох, закрытую ширмой тишины и неизвестности? Играет музыка. Продолжение следует...